Здравствуйте, меня зовут Анастасия Крайнова, и сейчас мы с моим соавтором Яром Тесеновым хотим представить доклад на тему «Синтетическая вариативность зависимых клаус-модального фатиката Ерай про теркском кумызском». Немного про теркский диалект кумызского языка, и, как было сказано в предыдущих докладах, кумызский язык — это тюркский язык. Это тюркский язык, он относится к чакской группе, большая часть его носителей живет на юге России, в республиках Северная Осетия и Алания, и в Дагестане. Собственно, в Дагестане говорят на литературном кумызском, и на теркском кумызском говорят в селах Кизляр и Предгорное, во Северной Осетии и Алания. И данные для нашего доклада были собраны во время полевой работы в селе Предгорное летом этого года в рамках экспедиции «Атиплэнгл». Немного про глагол «Ерай». Этот глагол обладает двумя наборами значений. Первый набор — это лексические значения, как в примере «ноль». Он означает подходить, годиться. Здесь это пальто может подойдет. Мы видим глагол «Ерай» — «Ераджак» в форме будущего времени. А второй набор значений, который мы дальше увидим, — это модальные значения, а именно разные по типу возможностей. Ну, тут сейчас совсем чуть-чуть про модальную полисемию. Модальная глагола очень часто... Модальная глагола часто полисемична. И как-то основные типы модальности — это, например, эпистемическая, что, то есть, типа, Вася может быть дома, потому что я знаю, что в такое время суток у него обычно как раз есть время на то, чтобы доехать от работы до дома и как-то разумно предположить, что он дома. Диантическое на основании законов или указаний властного лица, что типа мама говорит ребенку, ты можешь пригласить 100 детей на свой день рождения. Обсоятельственное на основании каких-то ситуативных фактов фамилии, что вот мы смотрим на лужа и узнаем, что там чернозем, мы говорим, что тут может расти. И динамическое на основании способностей субъекта — это что-нибудь вроде гепард может развивать скорость до кучи километров в час. И, ну, давайте. Ну и в Терском-Кумынском предикат Ерай выражает не все подтипы возможностей. Есть только эпистемическая возможность, как уже было сказано, это оценка пропозиционального содержания на основании каких-то собственных знаний говорящего и диантическая возможность разрешения. И также, собственно, наблюдается некоторая вариативность вложенной клаузы. Она может быть... вложенная клауза может быть са-клаузой. Она обычно функционирует как условная, может быть инфинитивной и может быть номинализацией. И вид возможности зависит от вида вложенной клаузы. Так, эпистемические прочтения наблюдаются, если под предикат вложенной са-клауза, и диантические прочтения, если инфинитивная клауза и номинализация. И цель нашего доклада — это наметить некоторое объяснение морфосинтоксического разнообразия таких вложенных клауз без массивной амонимии. И хочется сказать, что мы находимся на ранних этапах нашего исследования и хотим еще поделиться не только какими-то уже выводами четкими, но и некоторыми гипотезами. Да, мы посмотрим на первую подконструкцию с глаголом и рай. Клауза — это показатель са, который в кавычках условно, потому что стабильно по тюркским языкам. Клауза, на которой на глаголе находится показатель са, выступает в качестве антицидентов условных предложений. То есть, если я приду, то в асям правильность, вот если я приду, он часто в тюркских языках маркируется показателем са. И тут мы наблюдаем, что этот показатель са зависит от такого полуфункционального модального предвлеката и рай. И некоторые особенности, что мы точно можем сказать, что вся клауза целиком, все, что идет до и рай, оно, кажется, опять содержится в единой клаузе, а, во-вторых, кажется, подчинено героям. Потому что, можно обратить внимание, например, на субъект са, он, кажется, находится исключительно в зависимой клаузе. Потому что отсутствие согласования с ним на глаголе в лице, на котором как раз показатель са, невозможно. А как раз наличие согласования с ним на герое невозможно. То есть, согласование обязательно в нижней клаузе, но невозможно в верхней. Соответственно, разумно предположить, что вот все целиком. Вот если поставить квадратные скобки от слева от сен до справа от гель сен, то это все будет единый синтактический элемент, который подчинен героям. И, что дополнительно важно, что кажется, редуцировать подобное употребление прямо к условному обороту весьма сложно. По той причине, что известно из работ, имеющихся, например, особенно в рамках, особенно тех, которые следуют модельно-семантики Ангелих и Крацов, что антициденты условных предложений обычно играют роль рестрикторов у модельных предикатов. То есть, они ограничивают домен квантификации у модельных предикатов, предполагая по картицерянской семантике, что модельные предикаты – это кванта. То есть, условно оборот не говорит, что мы ожидаем найти, скажем, в контекстуально доступных мерах, а он как раз ограничивает теми рынок, которых мы смотрим какой-то другой слой. То есть, соответственно, в других языках, если мы смотрим на взаимодействие модельных предикатов и условных оборотов, там получается просто другая семантика. Там ты придешь в субботу, не будет в самой ядерной сфере действия самого модального оператора. И получается, что статус такой клаузы несколько не ясен, потому что к ее самому обычному употреблению, ну, по крайней мере, кажется довольно сложным мероприятием. Но, что точно кажется, можно сказать, что относительно героя мы не имеем дела с обычным таким, прям функциональным-функциональным, вспомогательным-вспомогательным глаголом, ну, что мы в кавычках обозвали европейского формата, ну, что-то наподобие английского can или русского может, потому что нет никаких причин считать, что субъект ложной клаузы в том числе как-то синтаптически зависим и пер. Так, теперь посмотрим на следующий тип ложной клаузы. Это номинализация на хан. Здесь мы видим, эта номинализация находится на глаголе «помогать». «Болучхамин». Видим показатель номинализации хан, за которым следует показатель пососилости. Стоит отметить, что номинализация может стоять только в номинативе, и эта конструкция еще позволяет опциональный нативный аргумент, вот в данном случае это фатима, который выражает участника, на которого направлено разрешение. И вот мы можем заметить, что вот в этом примере субъект номинализации стоит в нативе, то есть можно, чтобы ты помог решить задачу. Если субъект номинализации будет стоять в генитиве, как вот здесь вот, не «сен», а «сенит», то номинализация будет интерпретироваться буквально как отглагольное существительное, то есть учтение будет такое, по теме разрешается твоя помощь при решении задачи. И в таком употреблении значение ближе к лексическому, потому что, как мы помним, «Ирай» значит «подходить годится», и тут можно проинтерпретировать так, что по теме годится твоя помощь при решении задачи. И, соответственно, из этого можно сделать такой вывод, что номинализация с очень большой вероятностью – это субъект, потому что дативный аргумент – это не субъект из-за его опциональности, и еще второй аргумент в эту пользу – то, что номинализация может быть исключительно в номинативе. При данном предикате. Также в конструкциях с номинализациями и «ярайом» наблюдается некоторая вариативность. Сам глагол «ярай» в таком виде он одноместный, то есть непереходный, и он имеет каузативный вариант «ярат» с каузативной морфемой «т», который означает «разрешение». И здесь мы видим, что номинализация становится каузативной. Вот мы видим глагол «пригласить». Там показатель номинализации, поссессивности и вот каузативный показатель «ярай». И еще посмотрим на инфинитивную клаузу. Здесь инфинитив – это «оставить». «Тебе можно оставить у меня книгу». Это был дативный аргумент, какой индексированный с тем, кто оставляет книгу. Да, и вот как-то мы увидели, что этот модельный предикат «ярай» может вообще сочетаться с тремя разными синтактически различными типами клауз инфинитивной, но, повторим, с номинализацией, вот как был шоуанинус, и с клаузой с показателем «сам». Соответственно, вопрос, что с этим всем делать? Один вариант «фанализен», возможно, ну и, наверное, один из скучнейших, это сказать, что мы имеем дело просто с амонимией, что вот у нас есть, скажем, четыре «ярайа». Первый «ярай» – это вот тот лексический, который мы отмели в самом начале, ну, потому что он не очень прелевантен к тому, что мы рассказывали. Первый – это такой, который субкатегоризует вот эту самую сап-клаузу и имеет эпистемическую семантику. И «ярай 2 и 3», как первый, который субкатегоризует именную группу, имеет диаметическую семантику, а третий – это субкатегоризует инфинитив, имеет диаметическую семантику. И, с одной стороны, кажется, не хотелось бы прямо сходу приходить к амонимическому анализу, потому что возможно, потому что, учитывая некоторую семантическую общность всех модальных прочтений, возможно, хотелось бы свести синтаксическую вариативность к чему-то другому. Но тут нужно сразу ответить, заметить, что такой анализ, по крайней мере, лучше всего, вероятно, справляется с некоторым идиосинкратичным употреблением вот этой условной условной сап-клаузы, потому что, раз мы не то чтобы очень часто, не то чтобы вообще ее встречаем вне условных оборотов, субкатегоризация под нее может как-то объяснить, почему она здесь присутствует. еще стоит отметить, что в целом амонимический анализ не настолько неэкономен, как мы тут наметили, в целом употребление 2,3 можно свести к одному, предположив, что инфинитив в какой-то степени выражает именно их свойства, как оно относительно часто и бывает. какой-нибудь другой вариант это предположить, что зависимые глаголы ирай это обычный или интенсивальный субъект, то есть ирай выступает как некоторый текстокумыкский аналог предикативных модальных предикативных модальных слов в, например, русском а-ля можно. То есть что? Погулять можно. Правда, с номинализациями как-то у нас похитрее, но это оставим. И что вообще нас натолкнуло возможно в подобное дело? Мы начали как-то логически с номинализации. То есть номинализации как-то встречаются с этими районами. При этом номинализации не то, чтобы в Терском и Кумыкском могут участвовать в каких-нибудь таких принципических полипредикативных конструкциях. Они все-таки либо имеют такую причастную определительную природу, либо собственно обладают именной дистрибуцией. В целом к этому хорошо можно привязать и инфинитив. Потому что как мы уже раньше заметили, инфинитивы порой демонстрируют ряд именных собственно. Но непонятно, что в таком случае делать с оклаузой. Мы дальше на следующей паре слайдов поговорим. Но тут еще стоит отметить, что в таком случае, если мы считаем, что иерарь всегда один, то взаимосвязь типа клаузы с модельным прочтением вероятно нужно получать как-то иначе. Но слава богу, про это думало и думает очень большое количество людей. И в целом имеются гипотезы в литературе про то, что когда мы имеем некоторое взаимодействие, некоторую корреляцию синтактической структуры и интерпретации модального элемента, то в целом можно справляться с тем, что мы наблюдаем не с помощью прямолинейной субкатегоризации, а как-то похитрее, как-то в композициональном духе, но про это сейчас не будем. А поговорим про то, как вообще мы можем справиться с этим очень странным употреблением сак-клауза под гиполизой, что все, с чем мы имеем дело это синстенциальный или обычный субъект. Сак-клауза обычно мотивирует инцидент условного оборота. То есть, если Вася придет, я обрадуюсь тут. Если Вася придет, и в качестве союза если, ну, в этих языках, часто функционирует этот глагольный показатель са. И в таком случае, а как вообще мы можем делать с синстенциальными субъектами, и куда вообще в таком случае девается вот это самое прочтение условного инцидента. Тут, возможно, мы видим два варианта таких, очень грубых. Первое, это предположить, что сак-клаузы это не аналог условных союзов, а на самом деле какое-нибудь, например, наклонение с более широкой дистрибуцией. Например, в родственном, терскому, кумыкскому, балкарском языке сак-клаузы могут, например, встречаться в зависимом клаузе глагола типа хотеть. То есть, я хочу, чтобы Вася пришел, в клаузе будет как раз наблюдаться этот показатель СА. Но пока ничего такого духа в терскому кумыкскому не обнаружится. Более того, к этому варианту можно предъявить, что в целом тогда вопрос, а что такого специального в этом, назовем его условно, со слагательным наполнением, предположим, что такого в этом СА, что он может вполне себе употребляться без какого-то дополнительного союза в качестве синтенциального актанта, просто обычной эфинитной паузой в терском кумыкском не могут. То есть, это один из вариантов, в котором, если я ряд примеров, какой-нибудь другой грубо-намерзный вариант, который мы видим, это последовать литературе, утверждающей, что на самом деле условных оборотов синтаксис не настолько прямолинейный, а скорее несколько коррелитивных. Что вот СА-клауза выступает, может выступать некоторым структурным антицидентом к какой-нибудь пропозициональному пустому местоимению. В этом случае мы получаем не прямолинейный штук, вот это СА-клауза и ее можно. А мы имеем что-то более хитрое. Например, что это можно и это таково, что оно попадает под описание задающейся вот этой вложенной клаузы. Но однако никаких независимых свидетельств мы пока антизать не смогли и были бы рады услышать предложение по тому, как это можно подтвердить или оправить. Ну вот и в итоге можем сказать, что в террском диалектику мексикского языка есть полуграгматикализованный модальный продикат Е-Рай, который обладает вариативностью уложенных клауз. И один из вариантов не постулировать иммунимию, это постулировать субъектный статус этих зависимых клауз. И итоговые свойства их будут вероятно аналогичны модальным продикативам в русском, например, с можно или возможным. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Такое предложение. Инвенализации это немножко отдельно ступо, но вот можно, например, посмотреть на вагонг, вагонг, вагонг языках бывает субъективизация инфинитипа и собственно какого-то то, что мне кажется является аналогом это зависит от подлежащего прекрентного или нет прекрентного. Ну вот я стал думать про то есть мне кажется какой бы анализ не был для вот этой истории возможно как-то приливать для вашей истории для нашей гранатуры. Да, я тоже подумал хотеть, особенно учитывая, что что-то похожее хотеть наблюдалось в родственном языке, но признаться у нас не было собрано специализированного во время самоэкспедиции, а на несколько казино не встречающихся примеров, которые у нас есть, к сожалению, разносубъектные контексты схотеть в них зависимая клауза выражалась тоже номинализацией. И мы не наблюдали вот этого показателя СА в этой зависимой клаузе, как можно наблюдать в балкарском. Мне кажется, помню, в турецком тоже можно, но я не хочу ничего сильно управлять, я не помню, признаться. Вот, еще одно небольшое замечание, я просто стал думать про модальность и проводят вот, соответственно, нинфинитивный, нинфинитивный сисус. Например, Mary didn't allow us to go from work нормально, the rain didn't allow us to go from work нормально, Mary didn't allow that to go from work. Мне кажется, калибану все же можно, the rain didn't allow that to go from work, мне кажется, значит, это хуже. А сейчас, что именно в этом контексте нам будет? Я, кажется, согласен на такой L2 интуиции, но... Нет, просто, что возможно чьи кто-то об этом что-то писает. Ага. Вот, мне никакие здесь дальше. Нет, просто, выбор инфинитивного и дюйма и дюйма и дюйма. Спасибо, да, пожалуйста, и дюйма. Вот я не вполне думаю, потому что у вас какой-то очень такой сугубо синхронический анализ, а как, собственно, возникли какие-то сугубо синхронные возникли эти конструкции, потому что, казалось бы, конструкция с условным причастием не так уж странна, но с предикатами типа можно. Презикат типа годно, да, годно пригодится. То есть, если он придет, это годно, да, и дальше она как-то монтикализуется. А у вас ощущение, что у вас как будто бы уже монтикализованный предикат, модальный, а потом он внезапно начинает с чем-то снижаться. снижаться. А, в целом, мы не то, чтобы сильно против взгляда на то, что вот если тогда придет, это годно, однако, как-то, видимо, все-таки, ну, тут стоит честно признать, что, кажется, ни я, ни Настя не сильно сведущий в диагронических вещах, однако, вероятно, все-таки, что, ну, по крайней мере, мне кажется, ну, то есть, видимо, некоторый эпистемический характер вот конструкции с условным оборотом, кажется, видимо, либо должен был появляться параллельно с некоторым, видимо, семантическим выцветением этого года, либо как-то после него. Но тогда вопрос в целом, почему развелось именно, ну, то есть, видимо, с такой точки зрения нужно признать случайным, что развелось именно эпистемическое значение, потому что в целом как-то вот сама семантика годна, мне кажется, если что-то там годно, если там Вася придет, то годно, то, ну, если так, если спекулятивно рассуждать, не очень видна прям четко, ну, то есть, вероятно, возможно, были и развития других модальных значений такой конструкции. Но они по словам и цвета, точно так же, может быть, сначала диаметическая модальность, потом эпистемическая, что-то начало произвести. То есть, возможно, какая-то нефиксированная стадия, то есть, это может быть самая ранняя грандикризонная конструкция, которая уже уехала исключительно сферу эпистемической модальности. как русского можно тоже возникает сначала эпистемические прочтения возникают возможно на более поздней стадии развития. точно так же, может быть, здесь конфиксируем наиболее позднюю стадию предварительной предыдущей этапа уже недоступной. Но, видимо, вы тогда имплицинно предполагаете, что сочетаемость с другими вариантами маркирования зависимых клаузов развелись попозже, потому что в таком случае, если они все втроем появились примерно одновременно, вопрос, почему именно конструкция с условным оборотом имеет эпистемическую интерпретацию и только ее, а две остальные стратегии имеют только диантическую интерпретацию и только ее? У меня, естественно, нет ответа на этот вопрос, просто будет, что мне кажется, было бы интересно историческое решение. Но тут действительно нет. Нет, Все, прошу. Действительно, прошу. Спасибо. Вот в коррелативной гипотезе вашей проверялась возможность использовать действительно какой-нибудь дектический элемент? Она была придумана гораздо позже сбора материала, поэтому это тоже предстает. Ну и, наверное, конечно, если там постулируют какой-то про, то хочется ожидать, что его можно и при сак-лаузе тоже как-нибудь организовать. сак-лаузе 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 Еще он, наверное, не прямо релевант по вашему сюжету, но я думаю про пример два кажется. Этот? Да. Или тот, у которого генетически... это именно этот. Мне интересно, что тут происходит с поддержанием при номинализации, потому что для меня это поддержная рамка выглядит достаточно. Она... Такая поддержная рамка в целом встречается в ряде родственных языков. Например, ну, кажется, это, наверное, самое подробное, что можно посмотреть про поддержные рамки при номинализации и, в принципе, и внутренний синтаксис у родственных языков. Это работа Татьяна Пандаренко про болгарский. И в целом сравнение вот подобной вариативности в Кумыкском с тем, что он в Блесо-Болгарском сейчас на ранних этапах, но в целом это не то, чтобы в контексте родственных языков что-то сильно уделить. А что тут происходит? Это генетик прямого дополнения или это не маркированный импосессор в номинативе? Вероятно, скорее всего, это не маркированный посадочный номинатив. Да. А генетик, она возникает при этом из-за шайда модернизации. В целом, ну, признаться, для большей честности мы не очень помним, что именно в Кумыкномизации. Для большей честности нужно вставить просто другой пример, где прямой объект посессивный, потому что иначе просто вне посессивных, скорее даже так, вне контекста третьей посессивности на имени генетик и аппозатив языки синкретичны совершенно, поэтому не особо отличить. Хорошо. Спасибо.